Друзья, добрый день! С вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кенчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья, и я являюсь журналистом. Это так интересно, трава и снег. Но, вы знаете, вот это вот ощущение детства, когда ты наступаешь, и снежок так хрусь, хрусь от тебя под обувью. Здорово! Друзья, в первой части моего сегодняшнего видео я хотела бы ответить на тот вопрос, который мне постоянно задают мои подписчики. Сальвини продался Дракуле. Да, это чистая правда. Чистая правда. Многие не ожидали от него этого, а лично я ожидала. Будьте любезны, я под этим видео оставлю мой сюжет, который я снимала прошлым летом. Если вы давно следите за моим каналом, я допускаю, что вы помните, что Сальвини приезжал к нам в Кенчану Терми. Он к нам приезжал, ну да, полгода там и назад, чуть-чуть больше, перед региональными выборами для того, чтобы сделать себе рекламу. И вот сейчас я могу сказать уже откровенно, потому что тогда всё-таки я постеснялась высказать своё мнение в резкой форме, потому что я прекрасно знаю, что у него очень много сторонников. Сейчас в связи с Драгией, с Дракулой стало значительно меньше, поэтому, в общем-то, я риторику могу немножко поменять. Пересмотрите, пожалуйста, вот это видео моё летнее, которое я записала. Он произвёл на людей ужасное впечатление своим высокомерием, своей некомпетентностью. И я позволю напомнить, что к нам в Кенчану приехали бизнесмены со всей округи. Наш сосед Франческо, у которого две гостиницы, и как вы понимаете, что они простаивают уже второй год. И он приехал для того, чтобы с Альвини поговорить, обсудить эти вопросы. И у него эти вопросы были точно так же, как были и у других предпринимателей. Был подготовлен конференц-зал для того, чтобы он отвечал на вопросы предпринимателей. Предпринимателей у нас было очень много. То есть даже нам, журналистам, нам практически устроили экспресс-пресс-конференцию. Мы задали несколько вопросов, потом он должен был идти в зал, где проходит саммит, в актовый зал, и отвечать на вопросы бизнесменов. Но он этого не сделал, он пошёл обедать сразу же. И люди, вот эти самые предприниматели, которые оставили все свои важные дела и приехали для того, чтобы с ним встретиться, они стояли и смотрели, как он ел, потом он после обеда ещё произнёс несколько слов, заправив штаны прилюдно. Потом сделал несколько селфи и уехал. Я хочу сказать, что в результате у нас очень многие здесь, они проголосовали за Мелоны. Да, а сейчас он подлизывает Дракуле, потому что он хочет место хорошее, надёжное в правительстве. Я не зря сделала вот такую водку, потому что всё взаимосвязано у нас. И сейчас мы поговорим о том, по какой инициативе, по чьей инициативе нас действительно реально могут закрыть в марте и в апреле. Во всяком случае могу сказать объективно, что с медициной, с эпидемиологией это ничего общего не имеет. Друзья, расскажу вам историю. Мне вчера позвонила одна моя коллега, экскурсовод, работает в одном из северных городов Италии. А муж её, он маэстро диши, то есть он тренер по лыжам. И она рассказала, что вчера произошло вот на этом самом курорте. Значит, последовательность шагов, что когда вот этот курорт они решили всё-таки открыть, где наша берёзка, вот она берёзка, там люди действительно брали кредиты, потому что для того, чтобы просто завести это всё... А обслужить уж надо было, оборудование всё... Конечно, и подключить, и оборудование завести. Это деньги, и понадобились в том числе кредиты, чтобы гостиницы открыть тайну, даже и прогреть их, и воду подключить, отопление подключить. Это же всё расходы. Что если у тебя бизнес стоит, чтобы меньше платить, просто даже текучку, ты выключаешь. Выключаешь электричество, выключаешь там, ну всё, что ты... воду даже выключаешь, а потом для того, чтобы только подключить. Ну и оборудование завести. У людей денег ноль. Тут обрадовались, снег выпал, всё, открывают. Школы открыли. Люди закупали, оказывается, абонементы для детей, в том числе и через интернет. Всё, приехали лыжники. Сказать так, что там прямо вот толпа была, это ложь, это неправда. В общем, всё они организовали, чтобы там дистанция была. В люльках никто, даже семейные пары по двое не сидели. Начали работать. Вы представляете, ровно два дня тому назад приезжает к ним десант. Менты. И они приехали с юга. И остановились не в отеле, а остановились они в казарме. Ментовской. Ну, потому что там местные менты, в общем-то, они так напряглись. У них же и у самих, у многих, и родственники работают в туристическом бизнесе. Говорят, что-то у нас странное происходит, потому что их больше ста человек приехало. Вот только в тот городок, где у преподавателя по лыжам работает её муж. Потому что вы имеете в виду, что таких курортов у нас там, в Альпах, их очень-очень много. Утром, то есть, извините, позавчера вечером, спиранца, министр здравоохранения, этот торчок гашёный, говорит, что он закрывает все курорты, что люди сами в этом виноваты, потому что там столпотворение. Это всё ерунда, никаких там столпотворений не было. И вчера утром люди встают, берут детей, и оказывается, там вот эти вот 100 человек, ментов с юга, которые снега вообще никогда не видели, они уже оказались возле горнолыжных склонов. Всё, вы никуда не едете, мы вам всё закрываем и так далее. Первые два часа, это там, в принципе, была очень грустная итальянская комедия, потому что вот эти южные менты, они даже не знали, как вот эти подъёмники функционируют. Где здесь эта кнопка? Как это крутится? Как это остановить можно? Они не знали даже этого. Каким-то образом залезли наверх, но лыжники там стали от них сбегать, скатывались вниз. Они кричали, вопили, орали, что они сейчас всех арестуют. Они раскидали всю вот эту школу этих несчастных, детей раскидывали в разные стороны. Вопли, крики. Они же на лыжах кататься не уйдут. Мне, кстати, интересно, чтобы мои подписчики мне написали. Вы живёте в разных странах, вот в тех странах, где, если у вас горы, ваши менты, горные менты, они катаются на лыжах? У нас катаются на лыжах. А тут приехали южане, поэтому они не знали просто, как с этих лыж народ надо было снимать. Но в итоге, значит, в течение дня они этот курорт, к сожалению, закрыли. Друзья, вы попросили, чтобы мы навестили пчёл, узнали, как они. Ну вот, пришли, зимуют пчёлы, зимуют. Так вот, продолжаю рассказывать. Пришлось возвращать деньги за школы, за эти и так далее, за отели. Люди-то уехали, всё, значит, надо делать рембурс. То есть там вот никто там не продавливался. То есть они, там народ, вот сражался, лыжники, они своими лыжами, сноубордами, палками, касками, они сражались с этими ментами практически полдня. Ну, у них там, правда, было потом подкрепление. Приехали военные, Таня. Просто против простых людей, ты понимаешь, приехали. Отдельный разговор, это вот пропаганда раю. Мотался там один в чёрной маске, снимал, значит, искал персонажей, которые сказали бы слово, что это здорово, что вы, это всё правильно, абсолютно это всё правильно. То, что закрывают, потому что это очень опасно. Куда лучше ходить, просто ходить на огромные дистанции, а лыжи нет ни в коем случае. Короче, его чуть не побили, реально его чуть не побили. В итоге они поставили рай своего собственного оператора и снимал корреспондент, то есть пропагандон. Он снимал сам своего собственного оператора, который изображал из себя местного жителя, но при всём при этом акцент у него почему-то был римский, там же акцент-то другой. Да, да, они говорят своеобразно, слышно. У них помесь немецкого и итальянского языков. У них такая гремучая смесь. Здесь, кстати, на машинах у них написано на двух языках. На итальянском по полиции, полицаи. Вот. И у них, кстати, и фамилия, вот у моей вот этой подруги, её муж, его не Альберту зовут, его Альберт зовут. А этот стоит, знаешь, это римский диалект, типа там, Эрмон Таруссу, Анамамня. И он изображает из себя с таким акцентом местного жителя, и он говорит, что это здорово. Они же, знаешь, как Каролина Костнер говорит, она так с немецким. Да, они так немножко растягивают слова, даже я вот слышу. Кататься на лыжах, это очень здорово, очень здорово. Кататься на лыжах, очень здорово. Это классная вещь, кататься, я, я, я. А этот, ау, аманя, извините, он местный житель был. Да, офигеть. В общем, этих тоже чуть там не побили. И в итоге, вот почему Раи, с Раи, целый день у нас показывает, вон пчелы, все у них в порядке. Спят. Ага, почему с Раи целый день показывают они вот этот курорт, потому что там, друзья, до сих пор страсти кипят, не все люди оттуда уехали. То есть там действительно была просто рукопашная вчера. И мне кажется, что сегодня эта рукопашная продолжается. Значит, ну теперь, как говорит Валида, блогер из Греции, и вишенка на торте, кто все это устроил. Значит, вы знаете, да, я ему говорила, два дня тому назад, пойдем посмотрим пчел. Не будем их, конечно, беспокоить, но поближе хотя бы подойти можно будет. Вот. Драги, Дракула, он когда у нас провозглашал новый кабинет министров, Дракула, значит, он сказал, что Спиранца остается министром здравоохранения. А у Спиранцы, это мы знаем, такой персонаж есть, он из Неаполя, Вальтер Ричарди. Вальтер Ричарди, да. А значит, ему, ну ему, ну ему много лет, дядька тоже за 50, верно? Он закончил университет в Неаполе, он хирург по образованию. Бездарь, сразу вам говорю, полный бездарь, как врач. Поэтому он много лет имел дело вот с этой самой всемирной шарашкиной конторой, которая так заботится о нашем здоровице. И вот Таня мне сейчас напомнила, что несколько лет тому назад, Лиены, вот это у нас такая передача, которую разоблачают, они его поймали, ну там на коррупции на какой-то, да, с какими-то... Конфликт интересов, но я не помню сейчас. Конфликт интересов, ну в общем коррупционный. Да, еще поставьте на карандаш, что он задним приводом. И вот этот самый Ричарди, а, он еще там по молодости в каких-то фильмах снимался и так далее. Этот самый Ричарди, он теперь у спиранцы консультант, один из консультантов. Значит, у него либо ветеринары, у спиранцы консультанты, типа Капуа, потом этот дядька еще по малярийному комару, который Крисанте, вот, который сказал, что мы должны быть красными, вся Италия должна стать красной, обязательно, и сидеть вот так вот. И вот третий, значит, вот этот вот Ричарди. И Ричарди, это он был инициатором закрыть все курорты, то есть он там очень сильно приложился, оказывается. И не только в этом дело, друзья, потому что он, Ричарди, очень сильно надеялся на то, что Драги его сделает министром здравоохранения. Вот в чем там был конфликт очередной интересов, либо, по крайней мере, с заместителем. А Драги оставил его на уровне консультанта. А раз он де юре де фатто консультант, вот он и проконсультировал таким образом, что мы должны быть закрыты. И он сейчас гонит такую версию, что мы должны быть закрыты март и апрель. То есть точно так же, как мы были закрыты в прошлом году. Да, Таня не даст соврать. То есть из дома ты не выходишь, сидишь дома как в тюрьме, если ты выходишь по каким-то справкам и прочим. Поэтому смотрите, под какой раздачей мы сейчас интересов оказали. С одной стороны, Билка Гейтска, а как вы понимаете, этот Ричарди, естественно, он с ним связан. С другой стороны, собственные интересы Ричарди. То есть просто, извините за мой французский, срать и пердить, что люди приехали с детьми, плевать они хотели, что у людей стресс, плевать они хотели. Закрыли курорты, и людей просто палками оттуда стали разгонять. Вот. Почему? Потому что этому заднеприводному ему Драги не выделил место в министерстве. Вообще, Таня, это измена, госизмена, это саботаж, раз, и во-вторых, это госизмена. По-моему, они вообще не боятся, поэтому, по-моему, они вообще потеряли разум, просто потеряли разум. Вот что у нас, друзья, произошло. Но там сейчас просто кипят страсти. Еще раз повторяю, что моя коллега-экскурсовод работает в одном, русское, в одном из северных городов, а муж у нее профессиональный тренер по ши, то есть по лыжам горным. Слава тебе, Господи, что у этой семьи нет кредитов. На что жить, правда, не знают. Сбережения закончились. Прорастет, не прорастет. У нас здесь, Таня, вы помните, что мы здесь дуб посадили? Пока еще не пророс. А ты представляешь, вырастет вот такой, как наш с тобой любимый дуб, где мы с тобой, Таня, снеговиков лепили. Вот. Ну ладно, подождем. Какие проблемы-то? Подождем, подождем. Друзья, и вот мое резюме. Ну это, мне кажется, любой нормальный человек согласится. Что ни один нормальный врач, хороший врач, у которого хорошая практика, у которого много пациентов, которые любят своих пациентов, потому что врач тоже может приличные деньги зарабатывать, но при этом честно трудясь. И к нему будет очереди стоять, записываться там на несколько месяцев вперед. И не жалеть денег. Вот, например, как наш вот гинеколог, который живет в нашем городе. А есть троечники и двоечники, которые не врачи, по сути, которые принимают участие во всем этом. Вот я сейчас отслеживаю, я смотрю, кто в этом принимает участие. Это вот как, скажем, в реальной жизни, а равно как и в интернет пропаганде. Я не видела ни одного, ни среди, там, скажем, нашего русскоязычного контента, то, что вы мне присылаете, или так далее, или то, что мне попадается, ни одного профессионала. Я вижу хамов, я вижу грубиянов, я вижу людей абсолютно профнепригодных, которые живут пропагандой, которые живут вот этими трафиками. Все, больше ничего. Как вот этот вот хирург из Неаполя, который ни дня не работал как хирург, потому что из него ничего не получилось, абсолютно его нельзя допускать к операционному столу. Но он занимается вот такими вещами. Таких много, таких очень много. К большому сожалению, у нас сейчас период, который надо обязательно пережить нам всем с вами, период, когда нам диктуют правила, к сожалению, этот вот именно идет по формату здравоохранения, двоечники и троечники, но с амбициями, плюс еще хамы трамвайные. Вот под какую раздачу мы попали. Поэтому это ничего общего не имеет с наукой, друзья. И вы знаете, что я год, вот скоро год, март, месяц, как я посвятила своей теме, данной теме мой канал. И в общем-то я могу сказать, что то, что я рассказывала год тому назад, в чем-то я изменила свое мнение. Но 90% совпадает с тем, как я думала год тому назад. Вот. Поэтому вот такие у нас времена. Друзья, большое спасибо, что смотрите. Я вас очень люблю. И увидимся сегодня вечером. Я надеюсь, что сегодня вечером у меня получится интересное весеннее интервью. Пока это сюрприз. Спасибо большое. Друзья, не идет что-то из головы вот этой истории ни у меня, ни у Тани. Я имею в виду с горнолыжным курортом. Я более чем уверена, что если вы живете в Италии, вы нас очень хорошо поймете. Потому что в мозгу не умещается. Но что это за садизм такой? Кто эти садисты, которые эти придумали? Люди приехали отдыхать в горы, они отправили опричников, или я бы даже сказала, карательные отряды, которые несчастных детей скидывали с санок, выгоняли людей из гостиниц, из ресторанов. Кто это придумал? Я хочу продолжить о футболе. Вот у меня такая идея. Они же ужасно дорогие, вот эти вот игроки футбольные. А почему их так не берегут? Вы посмотрите, дистанцию не соблюдают, в намордниках не бегают. Я считаю, что они должны бегать в двух намордниках. Один F2, а сверху на него должен надеваться клубный, то есть синтетический. Более того, срочно надо придумать какой-то клей, и вот эти намордники, к ним надо приклеивать, вот этот вот F2, вот таким вот образом, чтобы не оставалось ни одной щелочки. приклеить как следует. Вот пусть он упадет, игрок во время матча, трусы потеряет, но чтобы намордник оставался как следует приклеимым со всех сторон. Причем чем дороже футболист, тем больше намордников. Например, Кокорину достаточно двух. А вот есть такой вот этот вот, тоже он, по-моему, заднеприводный. Чё-то у нас кругом одни голубятни. И в парламенте в итальянском голубятни, и на рай голубятни, там у них дофига. Он, по-моему, то ли из Бразилии, Рональдо или Ринальдо. Ну такой напомаженный. Он всё время самый дорогой. То есть у него чтобы пять было, и все приклеенные. Перед первым таймом надо обязательно делать два теста. Пероралис, эпиректум, вы знаете, что такие тесты существуют. Заканчивается первый тайм. Отклеили наморднички как следует, обработали кремушком хорошим. Можно обработать масочку, сделать как надо. Опять тестики. Пероралис, эпиректум, после первого тайма. Перед вторым таймом новые наморднички им приклеили как следует. Заканчивается второй тайм, но там кто уже остался, тот остался. Наморднички отклеили. И опять два тестика. Пероралис и эпиректум. И чтобы всё то же самое во время тренировок. Чтобы даже не сдумались снимать, раз не соблюдают дистанцию. Вот тогда это будет справедливо. Друзья, спасибо вам большое и до вечера.